Система образования Российской Федерации претерпевает модернизацию, а в 2011 году в стране запущена одна из главных программ Федеральный государственный стандарт нового поколения, так называемый ВГОС. Своеобразная совокупность требований к общеобразовательным программам. Прежде всего ВГОС это система требований, как вы уже сказали. Прежде всего это требования к условиям, в которых обучаются дети. Это кадровые условия, это финансовые условия. Это материально-технические условия и психолого-педагогические условия. Проще говоря, в ГОСы должны обеспечить качество образования. Они уже действуют на системе образования для учащихся с 1 по 6 классы. На старшеклассников распространяется ГОС-стандарт, учрежденный с 2004 года. Главная цель сегодняшнего своеобразного переходного периода – это приведение всей системы образования в стране к единым стандартам и в соответствии к требованиям современности. При планировании деятельности по повышению качества общего образования приоритетное внимание уделяет наиболее критичному с точки зрения успеваемости и качества обучения – это обучение основной школы. Персонифицировать ответственность образовательных организаций и учителей за низкие результаты ГИА по ряду показателей организовать и либо систематизировать целенаправленную работу. Среди нареканий – отсутствие в образовательных учреждениях анализа по областным контрольным, что может выявить не только слабые места у учеников, но и учебного процесса. В отличие от школ, в региональном департаменте проводится соответствующий мониторинг. Так, за 2014-2015 годы лидеры по успеваемости и качеству – Далматовский район и город Шадринск. В аутсайдерах – Мишинский и Притобольные районы. Выявлены и другие проблемы, которые продиктовали приоритеты на ближайшее время. Сократить количество неэффективных школ. В основном это малокомплектные школы, где обучалось от 10 до 60 человек. В регионе разработан план по оздоровлению финансов, который предусматривает дальнейшую оптимизацию образовательной сети, использование новых форм организации образовательного процесса, создание школ-интернатов, расширение возможностей дистанционного обучения старшеклассников. Под вниманием и проблема износа образовательных учреждений. Отметим, в Заурале включено федеральную программу по созданию новых мест в школах. В ее рамках запланировано строительство новых школ и капитальный ремонт зданий в городах Курган, Шадринск и 9 районах области. Среди них строительство новой школы в селе Уксянское Далматовского района. По заявлению властей, она должна стать образцом современной школы. Однако новые школы – это не только новые здания и новые технологии. Это прежде всего современный учитель, который не только учит своему предмету, главным образом учит думать. Следовательно, для школ нужно готовить специалистов нового поколения. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.